Вертолеты в Советском Союзе Стали широко проектировать и строиться Лишь после Великой Отечественной войны Не прошло и нескольких лет Как на вооружение поступили винтокрылые машины Одним из первых стал вертолет Корабельного базирования К-15 Рассказ о нем Фильм для оружия В начале 50-х годов На вооружении флота США Уже имелись вертолеты Построенные по классической отдовинтовой схеме Они базировались На венесущие корабли И береговые аэродромы военно-морских районов В Соединенных Штатах Америки Первыми производства вертолетов Для военно-морских сил Начали фирмы Каман, Песецкий, Сикорский и Белл Они применялись в качестве Транспортно-десантных, поисково-спасательных Противолодочных машин С вертолета HR-1 Песецкого В 1948 году Впервые в истории авиации С корабля на берег Был высажен вертолетный десант За этой операцией Лично наблюдал президент США Гарри Трумэн Однако при эксплуатации вертолетов на флоте Выявилось множество конструктивных недостатков Что стало причиной частых аварий и катастроф Все эти машины имели большие массогабаритные размеры К тому же в условиях пилотирования над морем Они были плохо управляемы Камовская машина Обладала многими преимуществами Над американскими моделями Помимо того, что Для него требовалось Небольших размеров площадка Он еще и менее чувствителен К скорости и направлению ветра Это весьма важная характеристика В связи с тем, что При движении На вертолет При движении корабля На вертолет набегает воздушный поток А От корабельных надстроек Он приобретает турбулентность А вертолет Соосной схемы К ветру И его турбулентности Менее чувствителен Поэтому он Может Взлетать При разных направлениях Ветра По отношению К кораблю В арсенале военно-морских сил США Соосных вертолетов Не было Поэтому руководство Советского военно-морского флота Требовало в кратчайшие сроки Приступить к оснащению боевых кораблей Мобильной авиационной техникой Первые вертолеты Камова модели К-10 Использовались для решения тактических задач Во взаимодействии с кораблями И береговыми силами флота Очень скоро моряки убедились в том Что винтокрылые машины Являются незаменимыми боевыми механизмами Вскоре главный штаб военно-морского флота СССР Сформировал новый заказ Морякам требовались более мощные тяжелые машины Которые могли базироваться и на корабли И на приморские аэродромы Эти вертолеты планировалось принять на вооружение И выпустить крупной войсковой серией Новая модель отличалась от своих предшественников К-8 и К-10 Коренным образом Вертолет имел четырехопорные убирающиеся колесные шасси Однако в условиях корабельного базирования Вместо колесной опоры применялись резиновые подушки Для большей устойчивости машины на палубе корабля Во время шторма Вертолет имел два топливных бака Компоновка была традиционной Люди вперед, двигатель назад Закрытую двухместную кабину Выполнили из дюралминевого сплава Форма носа фюзеляжа и остекление кабины Обеспечивали экипажу хороший обзор Сдвижные двери позволяли в случае необходимости Оставлять их открытыми В небольшом объеме разместилось оборудование Необходимые при поиске подводных лодок Вертолет получил обозначение К-15 14 апреля 1953 года машина совершила первый полет К-15 Одноместный вертолет соочной схемы Название по классификации НАТО «Хэн» Максимальная взлетная масса 1460 кг Длина 6,3 метра Высота 3,4 метра Диаметр главного винта 10 метров Силовая установка Двигатель АЕ-14 Мощностью 255 лошадиных сил Максимальная скорость 155 км в час Динамический потолок 3,5 тысячи метров Практическая дальность полета 350 км Полезная нагрузка 1 пассажир Или 364 кг груза Войсковые испытания новой Камовской разработки Проходили на артиллерийском крейсере Черноморского флота Михаил Кутузов В условиях шестибального шторма Вертолет успешно выполнил все упражнения Государственные испытания показали надежность машины В условиях ветра и корабельной качки Полученные летно-технические данные Ка-15 Оказались выше проектных Характеристики управляемости Свойственные соосному вертолету И компактность машины Позволяли выполнять взлеты и посадки С очень ограниченных площадок Командование военно-морского флота Утвердило эту модель вертолета Как базовую для боевых кораблей Советского Союза Корабельные вертолеты по принципу работы И внешнему облику Подобны соответствующим вертолетам Сухопутного базирования В зависимости от назначения В корабельных вертолетах размещается Различное оборудование Которое оказывает основное влияние На их конструкцию На корабельных вертолетах Складываются лопасти несущего винта Для уменьшения его размеров При нахождении на нижней палубе Имеются швартовочные узлы Приняты конструктивные меры Для повышения прочности шасси Для выдерживания нагрузок При посадке на качающейся палубе А также меры Для уменьшения проскальз За 57-м году В конструкторском бюро Камова Был создан учебный вертолет УК-15 С двойным управлением Дополнительными пилотажными приборами И шторками для обучения Слепому полету Он успешно прошел государственные испытания И выпускался серийно Работа над улучшением Летно-технических характеристик 15-го Велась и во время его производства К-15М Отличался повышенной надежностью И был более удобен в эксплуатации На нем впервые была установлена Противообледенительная система Для лопастей винтов Вертолет применялся в различных вариантах И имел для этого специальное оборудование Аппаратуру опрыскивания и опыления аэрозолями Подвесные контейнеры для перевозки почты И мелких грузов Спасательные лодки Подвесные гондолы для перевозки больных На К-15М были установлены Два мировых рекорда скорости В 1956 году Конструкторы представили еще одну машину Созданную на базе 15-й К-18 На вертолете удлинили фюзеляж И хвостовую убалку Расширили кабин Кроме летчика К-18 мог перевозить Двух-трех пассажиров Или больного на носилках С сопровождающим медработником А также выполнять все функции вертолета К-15М В следующем году Он успешно выдержал государственные испытания И несколько лет выпускался серийно К-18 Многоцелевой вертолет соосной схемы Максимальная взлетная масса 1502 кг Длина 10 метров Высота 3,4 метра Диаметр главного винта 10 метров Силовая установка Двигатель АЕ-14ВФ Мощностью 300 лошадиных сил Максимальная скорость 160 км в час Динамический потолок 3,5 тыс. метра Практическая дальность полета 350 км Полезная нагрузка Один пассажир Или 364 кг груза На всемирной выставке Экспо-58 в Брюсселе К-18 был отмечен золотой медалью Построили около 200 экземпляров этой модели Вертолеты семейства 15-х находились в эксплуатации два десятка лет И позволили накопить большой опыт практического применения машин соосной схемы К-15 стал базовой моделью, с которой началось создание целой серии противолодочных ударных вертолетов Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова